Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Главная тема дня. Поклонение богине Анаит, историко-культурная конференция в Ереване. Франц Берфек, первый писатель, затронувший тему геноцида. Улица, прилегающая к военному пантеону Рейраблю, будет названа в честь героя Арцаха Беккора Ашота. Сыны Западной Армении Нарсес, византийский генерал, завоеватель и правитель Италии. Проявление бдительности на пути поиска счастья Степан Пелегян. Тысячи турок разрушают наследие Западной Армении в поисках армянского золота. Иран подтверждает свою принципиальную позицию в отношении неприкосновенности международных границ. Правительство и Национальное собрание Республики Западной Армении с большой радостью приглашают принять участие в научной конференции поклонения богине Анаит. Уникальное мероприятие направлено на ознакомление с историческим и культурным значением культа богини Анаит. Также о ее значении в армянской мифологии. Конференция состоится 15 сентября в 12.00 в отеле Дубль Три Бай Хилтон в Ереване. Мероприятие позволит участникам услышать мнение экспертов и обсудить важные вопросы культурного наследия армянского народа. С нетерпением ждем вашего участия, высоко оценивая ваше присутствие на столь важном мероприятии. Мероприятие будет способствовать углублению нашей национальной идентичности и вопросам сохранения культурного наследия. Франц Верфель родился 10 сентября 1890 года в Праге в семье фабрикантов. В первой половине 20 века занимал выдающееся место среди современных писателей. Франц Верфель – один из первых, кто громко заявил о совершенном в Османской империи геноциде 1915 года. Во время поездки в Сирию в 1929 году у писателя возникла идея написать книгу «Соргней Мусадага», так как он не мог игнорировать ужасную скорбь армянского народа. История побудила его первым затронуть эту тему и рассказать миру о величайшей трагедии начала 20 века. Верфель долго работал над романом. Три года изучал армянскую историю и культуру в Венском конгрегации махитарян. Ознакомился с документами о Первой мировой войне и беседовал с армянами, спасшимся от турецкой изни. После выхода романа «Соргней Мусадага» о Верфеле узнал почти весь мир. В декабре 1934 года журнал «Тайм» назвал «Соргней Мусадага» книгой месяца. Позже произведение было переведено на 34 языка. Франц Верфель скончался 26 августа 1945 года. После смерти представители армянских общин США и Франции перевезли останки в Вену, исполнив его последнее желание. Шестая улица Шаумяна на территории, прилегающей к военному пантеону Яраблю, начинается от перекрестка 6-й улицы Мамикунян-Шаумян, доходящей до аллеи славы военного пантеона Яраблю, прилегающей к цверке парк Ухельсерпоц-Вартананц. Переулок и тупик будут названы в честь героя Арцаха Ашота Голяна Бекора. Нарсесс – первый и самый могущественный из наместников византийского императора. Явнух Нарсесс был главой имперской казны при дворе византийского императора Юстиниана. Казначаю было уже за 70, когда правитель неожиданно отправил его в Италию воевать против Остготов. Нарсесс с честью выполнил эту задачу, нанес варварам поражение, выгнав их из Италии и восстановив контроль Юстиниана над территорией. Родившийся в персидской Армении, Нарсесс поступил на службу к Юстиниану после завоевания Византии и Персии. До своего успешного похода Нарсесс уже дважды бывал в Италии, куда его отправили на помощь великому византийскому генералу Бализарию. Однако в тот раз византийцы потерпели поражение. Вскоре они были отозваны императором обратно в Константинополь. Преданность Нарсесса императору, а также уверенность императора, что Явнух не станет предпринимать попыток свернуть его, повлияли на то, что Юстиниан вновь доверил своему подданному задачу возвращения Италии. Нарсесс управлял Италией более 10 лет и был снят с должности, когда к власти пришел преемник Юстиниана Юстиниан II. Армяне известны своей силой, волей и эмоциональностью, что зачастую воспринимается как спор. Эта черта исходит из убеждений, которые были важны для нашего многовекового выживания. Наши трагические испытания и особенно геноцид 1915 года и недавние преступления в Арцахе углубили нашу серьезность в вопросах национальных прав. Отказ турков признать геноцид посеял горечь, и наша борьба за справедливость продолжается. Несмотря на все трудности, мы продолжаем прославлять нашу культуру и защищать нашу родину, поддерживая ее безопасность и благополучие. Журнал The Economist 1843 опубликовал статью, как турки активно ищут драгоценности, оставленные армянами во время и после геноцида 1915 года. Охота за сокровищами уже привела к масштабному разрушению армянских церквей и кладбищ и нанесла непоправимый вред историческим местностям. Однако власти Турции не препятствуют этому процессу. Ранее вокруг озера Вам было более 600 церквей, сегодня их осталось менее 100. Сохранившиеся церкви напоминают скелеты, они разграблены. Ереван ценит поддержку Ирана в вопросе территориальной целостности Армении. Об этом в своем микроблоге ИКС написал заместитель министра иностранных дел Восточной Армении Ваган Кустанян, сообщив, что провел телефонный разговор с новым заместителем министра иностранных дел Ирана Маджиддом Тахт Раванчи. Заместитель министра иностранных дел Ирана также сделал запись в ИКС о телефонном разговоре, подтвердив большое желание Тегерана укрепить отношения со всеми соседями. Я также выразил нашу принципиальную позицию по поводу неприкосновенности международных границ, написал Раванчи, подчеркнув, что принял приглашение Кустаняна посетить Ереван. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!